Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Книга «К истинному православию» автор Игнатий Тихонович Лапкин. Тема «Священный Синод Русской Православной Церкви за границей». Высокопреосвященнейший владыка, митрополит Виталий. Высокопреосвященнейшие и преосвященные архипастыри. Просим вас во имя Христа дать нашим двум общинам Крестовоздвиженской в городе Барнауле и Свято-Анфимовской в поселке Потеряевке, окормляемых протоиереем отцом Иоакимом Лапкиным, разрешение на чтение при богослужении на русском языке псалмов Давида по Риме «Апостола» и Евангелия по синодальному переводу 1876 года. «Подобные запросы от наших общин неоднократно направлялись нами нашему ипархиальному епископу Евтихию». Ответ епископа Евтихия нас немало не удовлетворил, ибо аргументы ответа сего не соответствуют действительности. По прилагаемому ответу епископа Евтихия высказываем наши рассуждения по пунктам. 1. Епископ Евтихий называет богослужение на понятном языке «новшеством», хотя со дня Святой Пятидесятницы все народы прославляли Бога на их родном языке. Вернее, было бы назвать «новшеством» служить на непонятном, устаревшем языке. Слово «по одобрении церковной властью» епископ Евтихий непонятно почему-то относит к Библии, перевод которой одобрен и синодом, и патриархом. Слово «по одобрении» по контексту решений Собора 1917-18 годов относится только к новому переводу текста богослужебных книг, и при том только к тому переводу, который еще не одобрен церковной властью. А мы просим-то только и именно чтения мест Священного Писания, а не текста богослужения, который и всегда у нас на церковно-славянском языке. Так как перевод первоиерархам, синодам и соборам этот вопрос епископам Евтихиам был неверно поставлен, то и ответ всеми тремя степенями высшей иерархии, если и был дан отрицательный, то не на наш запрос. Повторяем. Мы просим письменного официального разрешения на чтение при богослужении «Только Псалтири, Евангелие, Апостолы и по Риме и по Библии» синодального издания. Перевода 1876 года «Только и ничего более». Пункт второй. Епископ Евтихий утверждает с полной ответственностью, что переход даже отдельных приходов епархии на употребление русского языка за богослужением «неизбежно вызовет церковный раскол». Мы же считаем, что пугать никогда и нигде небывшим расколом по такому поводу за всю историю церкви нельзя. Подобный раскол, быть может, можно было бы вообразить, если бы в общине были и желающие вести богослужения на церковно-славянском языке и на великорусском. Но если в общине все до единого и священнослужители умоляют, просят, молят разрешить на родном языке вести не богослужения, а читать библейские тексты, перевод которых многократно одобрен, и дореволюционным синодам и патриархии, и за границей печатают библии синодального перевода, то пугать мифическим расколом некого. Его не было никогда и нигде на такой почве быть не может. Пункт третий. Мы убеждены, что богослужение непонятно на церковном славянском языке, и почти никто этот язык хорошо не учит, и как должно не знает. Никаких смут, расколов слова Христовы, сделавшиеся понятными, вызвать не могут. А на богослужение приходят и бабушки, и неверующие, которые вообще не понимают церковно-славянского языка. Да и просим-то разрешения лишь на чтение библейских текстов, а не всего богослужения на понятном языке. Пункт четвертый. Искреннее желание понимать евангельские библейские тексты трактуется как, цитата, «ущербность духовного уровня членов общины». И якобы, еще цитата, «носит в себе признаки сектантского духа». Нам горько слышат такие укорительные слова от своего архипастыря. Ведь мы просим хлеба, а в нас кидают камни подозрения и обиды. Дорогие, милые наши архипастыри, «Ради истинного Христа разрешите нам просимое. Мы молимся, ждем, надеемся. Пришлите нам ваш ответ. Если он будет отрицательным, мы обратимся с нашей мольбой к собору архиерейскому. Да услышит нас Бог и Матерь Божия с искренней любовью к вам, настоятель, протоиерей Иаким Лапкин, староста Игнатий Лапкин, церковно-приходской совет». Вот все на этом. Отрывай. Отрывай. Отрывай.